Добрый день, уважаемые любители ралли-рейда! Добрый день, уважаемые поклонники спортивной команды КамАЗ-Мастер! Сегодня 5 января 2019 года и мы приветствуем вас из столицы Перу, Лимы, где завтра, 6 января, стартует 41-й по счету международный ралли-марафон Дакар. Но удивительные чувства переполняет вот здесь вот. Во-первых, от того, что есть волнение перед тем, что впереди 2 недели экстремальной борьбы на тяжелейшем маршруте. Во-вторых, вот это место, Тихоокеанское побережье, только представьте себе, тоже в январе, в далеком 1535 году, здесь высадились испанские конкистадоры под предводительством Франциско Писаро. Была основана столица Перу, Лима, и отсюда начиналось завывание европейцами вот этой части южноамериканского континента. Ну а сегодня здесь, в местечке Магдалена-дель-Мар, собрались 334 спортивных экипажа, заявленных на ралли Дакар, из 61 страны. 167 мотоциклистов и квадроциклистов, 126 недорожников и багги, и 41 грузовик. Камаз-мастер заявлен на ралли Дакар 2019 составом в 4 боевых автомобиля. Под 500 номером в гонке участвует экипаж Эдуарда Николаева, под 502 экипаж Айрата Мордеева, под 514 посеян экипаж Дмитрия Сотникова и 518 экипаж, это экипаж Андрея Коргинова. Всем привет, наконец-то вся команда в сборе, 4 числа мы собрались здесь на Билаке, прошли тесты, подготовили автомобили, все хорошо, на тестах очень хорошо автомобили себя показали, сами потренировались, сейчас организм как раз проходит активную такую стадию акклиматизации, это очень важно, чтобы уже на старте быть на 100% готовы. Сегодня уже день административных и технических проверок, и буквально через несколько часов мы переместимся отсюда с парка Ассистенс на авиабазу Лос-Пальмас, там уже пройдем административные и технические проверки, и поставим автомобиль в закрытый парк, и, так можно сказать, с этого момента гонка уже начнется, и мы уже будем в гонке. Всем привет, вот у нас настало время административных комиссий, сейчас мы сдаем свои спортивные лицензии, свои водительские удостоверения, и организаторы сверяются все, ну, чтобы все было в норме, сверяют все документы, что у нас реально есть допуск для участия в соревнованиях. Привет всем, мы в Перу, на старте гонки, мы будем делать все возможное и невозможное, стараться, чтобы не подвести команду, не подвести Россию, ну и, конечно же, наших болельщиков. Всем привет, как у вас дела? У нас, как видите, все хорошо, проходим тех проверки, все по плану, так сказать, предвкушение серьезной, наверное, бои не такой, такого замеса конкретного. Будем стараться привести хороший результат. Болейте за нас, спасибо. Так, урчите здравым всех, я всем рад, что с месяцю за все по росту всех не сошли, а дофам, что будет пекный завод, а урчите будем боевать всех дохромады. А в здравии се вратимы. Мучас грати, Саннигас. Мартин, пожелаю удачи всем ребятам из Камазмастера. Будет делать все возможное от него, чтобы победил Камазмастер. Шутка. Здравствуйте, совосим Сергей, команда Камазмастер. Сегодня команда проходит технические и административные проверки. Достаточно хорошо все организовано. Прошли проверки административные, очень быстро прошли все инструктажи, то есть повторили то, что знаем и готовы к техническим проверкам. Сейчас заканчивают технические проверки машины, ставим в закрытый парк и ждем старта гонки с нетерпением, ждем старта гонки. Хочется, чтобы быстрее уже все началось и были уже какие-то результаты. Вот в данный момент проверяют вес автомобиля, конкретно по осям, потому что развесовка по осям оговорена, это должно быть меньше, чем 4600 на переднюю ось. Это один из ключевых параметров. И дальше сейчас будет вывешивать подвеску, потому что ход подвески ее ограничит 300 миллиметрами. И дальше будут проверять все элементы безопасности, это ремни, сидения и также экипировку комбинезон и шлема. Мы можем как раз пройти и посмотреть, как будут проверять всю экипировку. Давай твой вес проверим сначала. Давай. Ох, ну немножко тут гуляет. Да, плюс, но... 95 килограмм весел. В конце Дакара проверим. Сейчас будет машина приподнята для того, чтобы повесить передний мост. Он повесит на ремнях, тем самым это будет показатель, сколько это максимальный ход. И будет произведен замер между мостом и рамой. Не должно быть больше 300 миллиметров. Здесь как раз стол проверки всей экипировки. Вот у меня в руках как раз новый наш шлем. Полностью, видите, да, он еще такой блестящий. И в новой совершенно, так сказать, ливере. Эти шлема смотрятся прежде всего на наличии каких-то повреждений. Не должно быть никаких трещин. Он должен был быть прежде всего целый. И, как правило, проверяется вот здесь, внутри каждого шлема, есть специальная такая голограмма. Она показывает код, код амологации. И он должен соответствовать, уровень амологации должен соответствовать по техническим требованиям. Имеется в виду, он должен быть автомобильный, прежде всего. Это связано с тем, что машина может гореть. То есть у него должны выполнять условия. И уровень безопасности самого шлема. Также проверяется вся экипировка, полностью вся экипировка. Это комбинезоны, нижнее белье, носки, перчатки. Это все должно быть из несгораемого материала. И вот эта система ХАНС, ХАНС или гибрид, проверяют на наличие также повреждения, если ремешки повреждены или нет. А одно из важных самой экипировки, тоже она не должна иметь никаких повреждений, никаких дырочек, никаких, не должно быть дополнительных самостоятельных швов, потому что весь материал сделан из несгораемой ткани, из несгораемых ниток. И все нитки должны быть оригинально заводскими, чтобы защищать человека на какое-то время, если вдруг машина горит. Это очень важно, поэтому очень досконально все проверяется и очень строго осматривается вот этими комиссарами. Ну, у вас все нормально? Поедем? Да, у нас все хорошо, я думаю, мы сейчас без проблем пройдем. Лагерьевич, ну мы от лица фанатов команды, они много пишут в соцсетях, поздравляем вас с днем рождения, сегодня такой необычный день для вас. Как он прошел, как настроение? Да, я очень рад был, когда проснулся, видеть полный телефон, поздравления, смс, звонков, которые не смог ответить, конечно же, это очень приятно, внимание не только мне, и всей команде. И сегодня день очень такой быстрый, динамичный, административно-технические проверки. Все подходит к завершению вечером, традиционный брифинг с участниками. Но и здесь вот мы видим очень много зрителей-болельщиков, которые пришли увидеть участников, пообщаться, взять автографы. Очень такая живая атмосфера. Притом на берегу Тихого океана, конечно, впечатляет могущество. Такой массы воды. Ну и еще два дня, и все, начнется гонка. Все в ожидании, очень ждем, скорее, стартов. Воды уже не будет, начнутся пески. Да, да, именно так. Ну, все готовы. Все, с кем я сегодня общался, со всеми нашими соперниками, все такие в напряжении, в желании быстрее ворваться в бой. Нам всем удачи, КАМАЗ вперед! Хотел благодарить всех наших болельщиков за то, что вы с нами. Нам ваша поддержка очень будет нужна. Через два дня в пустыню Атакама вместе с вами. Спасибо. От всего нашего коллектива. Три, четыре. Поздравляем! 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 Все-все-все-все-все-все. Спасибо. 11-й южноамериканский 41-й в целом по счету ралли-марафон пройдет по территории одной страны – Перу. В основной своей части маршрут гонки проложен по пустынным районам и дюнные участки составят около 70% трассы. После старта в Лиме последуют 10 этапов с перерывом на день отдыха 12 января в Эри-Экипе. Общая протяженность маршрута – 5600 километров. Из них почти 3000 километров спортивные спецучастки. 17 января ралли-рейт финиширует в Лиме. Отметим, что традиционно маршрут гонки включает в себя марафонский этап. Это будет четвертый и пятый день марафона. 10 января участников автомобильного грузового зачета ждет бивак в Такне, а мотоциклистов и квадроциклистов ждет бивак в Макегуа. Здесь команды ассистанс не будут допущены до спортивных экипажей, и в случае, если возникнут технические проблемы, спортсмены будут вынуждены их решать самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok